САУНД ПРАЙС Всем привет, вы смотрите САУНД ПРАЙС. Весной этого года стараниями фирмы BQEYZ на рынок наушников пришло лето. Summer, именно такое название получили последние гибриды этого бренда. После лета приходит осень, и по слухам она уже на носу. Ну а пока мы будем ее дожидаться, можно пристально изучить Summer. Итак, BQEYZ Summer – это гибридные внутриканальные наушники, построенные на базе трех типов излучателей. За нижний диапазон отвечает 13-мм динамик, воздушные верха призваны обеспечивать пятислойный пьезоэлектрический твиттер, а частоты, не покрытые первым и вторым, отданы на откуп излучателю с равновешенным якорем. Наушники имеют эпиданс 32 Ом и чувствительность 107 дБ. Предположу, что она милеватт, хоть производитель прямо это и не указывает. Заявленный частотный диапазон наушников от 7 Гц до 40 кГц. Наушники с завода упакованы вот в такую средних размеров коробочку, имеющую приятный бледно-васильковый цвет. На правой стороне нарисована пальмовая ветвь и сделан легкий градиент в сторону фиолетового. Наглядное пособие, как двумя неброскими штрихами изобразить закат на морском берегу. Круто, а респект дизайнеру. Сзади, по традиции, нанесены характеристики модели и реквизиты изготовителя, а также имеется крохотное изображение самих наушников. Основная, жесткая часть упаковки скрыта под внешним тонким кожухом. Черная коробка из очень плотного картона с укрепленной крышкой почти тянет название шкатулки. Внутри нас встречают наушники в окошке и скромная надпись «Наушники лучшего качества для вас». В комплект поставки САМА, кроме привычных инструкций и бирки ОТК, входит качественный кабель из посеребренной меди, два набора силиконовых амбушюров, очень достойный футляр, а также ремешок для кабеля и щеточка для чистки. Оба набора силиконовых насадок САМА вполне приличного качества. Они имеют практически одинаковую форму, но отличаются плотностью силикона. Тёмно-серые мне показались более эластичными и лучше сидящими в ушах. В целом родные амбушюры показали себя неплохо. С ними больше баса и выделяется вокал. Но среди доступных мне насадок я подобрал кое-что получше, а именно вот эти приплюснутые силиконки с широким отверстием. По сравнению с родными тёмными, они немного выравнивают подачу и, как мне показалось, позволяют наушникам чуть лучше выложиться на ВЧ. С ними, конечно, не так весело слушать металл, но последний, на мой взгляд, коньком САМА все равно не является. Прекрасным довеском к хорошим наушникам является футляр САМА. Мне он всем понравился, кроме цвета. Но это на любителя. Зато к чему-то другому я придраться не смог. Качественный кожзам, аккуратный пошив, молния без заеданий. Внутри, как и положено, сеточка для мелочевки и велюровая отделка стенок. Пространство здесь аккурат столько, чтобы уместить наушники с кабелем без лишнего давления, но и так, чтобы ничего не трепыхалось. BQ и YZ САМА оснащены отличным кабелем с проводниками из посеребрённой меди. Этот кабель, конечно, выглядит не так премиально, как шнур от Spring 2, но по своей мягкости и гибкости ничем тому не уступает. Вместо четырёх толстых проводов, как у второй весны, здесь используется восемь. Алюминиевая фурнитура и вовсе такая же, как у флагмана фирмы. Кстати сказать, все металлические детали, включая маленький бегунок, выполнены в форме песочных часов, что смотрится очень здорово. Для штекера и коннекторов это, к тому же, улучшает эргономику, делая хват за них более уверенным. Прямой штекер с примитивной защитой от заломов не слишком большой, но уже и не маленький скромняга. Он порадует любителей покрасоваться и одновременно с этим не будет сильно торчать из кармана. При заказе наушников вы можете выбрать обычный миниджек или же балансный штекер на 2,5 или 4,4 мм. Довольно крупные заушины из шуршащей термоусадки имеют адекватный угол закручивания и не воспринимаются на ушах как что-то инородное. На коннекторах имеются обозначения каналов. Стоит отметить, что плоскость, в которой располагаются штырьки коннекторов, не совпадает с плоскостью самих заушин. Это облегчает посадку наушников и, несомненно, сделано специально. Подобное внимание к мелочам я всегда очень хвалю. Корпуса Summer сделаны из прозрачного пластика, который может быть черным или, как в моем случае, синим. Разумеется, эти шеллы не чита металлическим красавцам Spring. Однако у пластика тоже есть свои преимущества. Он легче и у него низкая теплопроводность. А значит, ваши уши не получат зимой дополнительный охлаждающий контур. Каждая скорлупка состоит из двух половинок, склеенных без малейшего намека на неровность, зазор или облой. Если приглядеться, то можно увидеть несколько пластиковых штифтов, на которых закреплены фейсплейты. Сами лицевые панели, напоминающие ни то лист, ни то каплю, имеют модный в этом году волнообразный рельеф. В пластик здесь вплавлены еле заметные розовые блестки, которые, впрочем, с расстояния вытянутой руки уже не видны. Сквозь прозрачный пластик Summer можно с легкостью разглядеть миниатюрную, выполненную в виде кольца, платку кроссовера, которая притулилась на тыльной стороне динамика. На внутренней части шелла сделан анатомический выступ, призванный улучшить посадку наушников. Здесь же имеются три компенсационных отверстия и оттиск обозначения канала. Толстый алюминиевый звуковод Samo, диаметр которого в верхней части составляет аж 6 мм, перекрыт перфорированной металлической пластиной. Для упрощенного надевания амбушюров кромка звуковода заботливо подточена. Розетки двухпиновых разъемов слегка утоплены внутрь корпуса, благодаря чему над ними образовалось прямоугольное окошечко, куда с комфортом садятся выступающие пластиковые части коннекторов. Кстати, здесь используются штырьки с диаметром 0,78 мм. Коннекторы легко подключаются и отключаются. Никаких проблем вроде люфта или случайного выдергивания вилки я не заметил. BQEYZ Summer это компактные и легкие наушники, которые очень удобны в повседневной эксплуатации. С одной единственной оговоркой, если они подошли вам по посадке. На мой взгляд, лето гораздо удобнее второй весны, однако все еще сильно не дотягивает до идеальной эргономики тех же FIO FH7 или NS9 от BGVP. Звукоизоляция Summer не то чтобы прям шикарная, но в целом для улицы с натяжечкой хватает. Для не самых шумных мест, так сказать. А теперь главное. Чем же порадуют гибриды с тремя типами излучателей в плане звука? Дать им обобщенную характеристику в двух словах не так уж просто. Не думаю, что эти наушники заслуживают титул Vшка. Их подача скорее ближе к ровной, хотя и ровной она по сути тоже не является. У Summer имеются подкрасы в области верхней середины и нижнего баса, а также немного приподняты VCH. В целом это такая эмоциональная светлая подача, в которой не забыли напрочь про бас. Бас Summer выстроен в той же манере, что и у гибридов QA Adonis. Верхнего и особенно среднего баса довольно мало, а потому наушникам порой немного недостает ударности и веса на низах. Но это лишь порой. Нижний бас здесь ощутим и хорош. Таким образом, для этих трибридов действует необычное правило. Чем больше барабан и ниже его основной тон, тем более насыщенным и весомым будет бас. По этой же причине электронная музыка, в которой куда чаще, чем во всякой прочей встречается саббас, удается сама весьма и весьма неплохо. В треках с задранным мидбасом ни о какой нехватке низов, на мой взгляд, и речи быть не может. Например, в известном ремиксе Кевина Блана на композицию Lana Del Rey Young and Beautiful эти наушники отчетливо дают понять, что басить они очень даже могут и делают это весьма нехило. Из всего этого напрашивается вполне логичный вывод. В области низов у Samar имеется приличный потенциал для эквализации. Середина Samar имеет легкую склонность к осветлению проигрываемого материала. Этим наушники еще раз напомнили мне Adonis. С таким подходом к средним традиционно выигрывают в сочности и насыщенности соло-гитары, скрипки, трубы, высокие синтезаторные партии, а также высокий вокал. Но подобное звучание также зачастую становится вестником безобразных симулянтов и излишней утомляющей яркости. Данные наушники до такой степени не ярчат, но довольно близки к этому. Все-таки по сравнению со Spring 2 здесь проделана определенная работа по нивелированию особо выдающихся пиков АЧХ в районе ВСЧ. И при общей осветленности середины она тем не менее звучит более щадяще, чем во второй весне. Верхние частоты Samar можно смело заносить наушникам в актив. Все-таки пьезоэлектрический твиттер хорошая штука. Верха с ним получаются не столько более громкими, сколько более насыщенными и, если хотите, более осязаемыми. Если вам нравится выслушивать особенности звучания тарелок и перкуссии, то Samar сполна позволят вам этим насладиться. Тут есть и отличная детализация и приличная протяженность ВЧ. Последняя создает эффект, который я называю звук на кончике ушей. Это когда в некоторых моментах качественных записей высокочастотные звуки не возникают из центра уха, а словно бы стекают с его периферии. В целом у наушников полный порядок с шириной и глубиной звучания. Нельзя сказать, что Samar это какие-то мастодонты воображаемой сцены, но они явно не хуже большинства одноклассников. Эти гибриды в большинстве случаев не отодвигают вокал, а порой даже наоборот делают его чуточку ближе привычного. Звуковые образы чуть крупнее, чем в традиционных вэшках, но и не гипертрофированные, как и в наушниках, делающих радикальный акцент на частотах от 2 до 5 кГц. К заметным особенностям звучания Samar я бы отнес частое преобладание звука пластика барабанов над их телом. Щелчок всегда звучит громче, но здесь хорошо слышно не только момент встречи палочки и мембраны, а еще и различные призвуки, обусловленные особенностями мембраны и характером удара. По ходу описания звука Samar я уже проводил параллели с QA Adonis и BQ EWZ Sprint 2. Сравнение с обоими моделями напрашивается само собой. Если вы смотрели мой обзор адонисов, то думаю уже догадались, что они имеют более V-образный характер звучания, но по расставляемым акцентам довольно сильно похожи на Samar. Старший родственник наших сегодняшних героев наделен большей основательностью в зоне верхнего баса и нижней середины. Даром, что сильнее ярчит на верхней. Еще стоит признать, что VHS Sprint 2 мне показались все же чуточку лучше. Не знаю, что стало тому причиной. Большее количество слоев в пьезике, другой кабель или же пространство, время и самовнушение. Да, к сожалению, сравнить модели лоб в лоб мне не удалось. Чем-то похожими на Samar мне показались динамы NA2 Plus от NF Audio. Но я поймал себя на мысли, что тяжеляк мне больше нравится в исполнении последних. Так в чем же дело? При прослушивании размеренной игры на бас-гитаре становится заметно, что длительность каждой отдельной ноты в NA2 Plus будто бы немного больше. То есть атаки в обоих наушниках примерно одинаковые, а вот сустейн басухи в Samar несколько меньше. Трудно сказать, с чем это связано. Возможно, в лучшей проработке низосредних и верхнего баса у наушников NF Audio. NF-ки звучат чуть шире, ровнее и имеют более динамичный и детальный характер звучания. Samar звучат более цельно и густо, более обволакивающе, лучше выстраивают глубину и немного выделяют область в оче. Zenfair MT300, так же как и Samar, несут на борту излучатели трех типов, но вместо пьезика в них стоит электростат. Тем не менее, обе модели демонстрируют прекрасную проработку верхов. В наушниках от BQEYZ в оче не так сильно задраны, а потому они звучат несколько мягче, чем трехсотки. Если вы в оче фоб, то ни те, ни другие наушники вам удовольствия не доставят. Но Samar вы хотя бы сможете слушать, а Zenfair ваши уши просто аннигилируют. По уровню же детализации верхнечастотного диапазона наушники очень близки. В MT300 середина заметно просажена относительно краев, а в наушниках от BQEYZ такого эффекта не наблюдается. Слушать всякий струнный инструментал и бардовскую песню под акустическую гитару в последних куда интереснее. Зато 300 имеют более мощный и панчевый бас. Ударность баса – это вообще сильная сторона этих наушников. Притом скоростью и глубиной бас-центферов не уступает ни зам Samar. Что ж, пришло время подвести итог. По версии Soundprice наушники BQEYZ Summer честно заслуживают следующих оценок. Внешний вид и качество внешних элементов – максимальная оценка 5 баллов. Комплектация – 3,2 балла. Удобство эксплуатации – 4,7. И, наконец, главное – звук – 4,5 балла. Общий балл с учетом весовых коэффициентов составил 4,52 балла. Со средним ценником в 7300 рублей показатель цены звука этих гибридов достигает отметки в 1179 рублей за каждый условный балл. Для технологичных наушников, стоящих на границе бюджетного и среднего сегментов, это, пожалуй, весьма неплохо. Этим наушникам, на мой вкус, вполне кстати, будет темноватый источник, приподнимающий верхний бас и нижнюю середину, а также чуть скрадывающий верхушку средних. В BQE я бы оставил без изменений. Но если вы считаете себя нетолерантным к BQE, то эти наушники могут показаться вам шумноватыми в этой области. В плане нагрузки эти ушки не являются каким-то вызовом для источника. Их вполне можно сопрягать с обычным смартфоном. Хотя, конечно, хорошо вытягивающий BQE плеер этим гибридам подойдет намного лучше. На этом у меня все. Ссылка на табличку с оценками, как всегда, в описании. Никогда не забывайте, друзья, что бесценен только живой звук. Ведь для любого другого и есть своя цена. С вами был SonicRate. Удачи вам!